Тонны грязного снега начали таять на месте бывшего рынка в Октябрьском районе. На территории в несколько тысяч квадратных метров устроили снегоотвал. С приходом устойчивых плюсовых температур это может обернуться экологической катастрофой, ведь этот снег всю зиму свозили сюда из красноярских дорог. На нем вся техногенная грязь улиц, нефтепродукты, выбросы от машин, предприятий. Сейчас глыба высотой с трехэтажку начинает медленно таять. Самое страшное, что эта ядовитая вода хлынет прямо в ручей Серебряный. Дальше в Качу, а оттуда течение несет ее в Инисей, воду из которого мы все пьем. Наша съемочная группа была там еще в январе, и уже тогда эколог бил тревогу. Сейчас грязные кучи стали выше и шире, если сравнивать с тем, что было два месяца назад. В зависимости от той химии, которой сейчас насыщен снег грязный, там может быть и ртуть, там могут быть и металлы. Это, в принципе, такие загрязняющие вещества, которые напрямую будут откладываться в рыбе. В последующем она попадет к нам на стол, мы это все съедим, а у нас это уже повлечет, непоправимые могут повлечь вообще последствия. Однако минимизировать вред еще можно, если вывести эти грязные залежи до того, как они растают. О снежных нарушениях в прокуратуре известно. Ведомство вынесло мэрии предписание и обязало убрать грязный снег. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, от ручья снег уже убрали. А тут, что осталось, распределят по другим снегохранилищам. Но точных сроков, когда это произойдет, назвать не смогли. Это место официально выделили как дополнительную площадку для складирования снега. Пошли на это из-за того, что в этом году выпало много осадков. Сейчас въезд на территорию снегохранилища закрыт бетонными блоками. Блоки установили сотрудники предприятия с АТП, которые отвечают за порядок на этом снегоотвале, чтобы регулировать вывоз. Эта площадка была временной, с нее будет организован вывоз снега. И, соответственно, уже там некоторое количество вывезли. И дальше будет продолжаться эта работа. Вывезут оттуда снег, конечно, не подчистую, но до такой степени, чтобы он мог, все, что там останется, могло растаять без вреда для какой-либо природы. Продолжение следует...